Во время Великой Отечественной войны их называли по-разному. Арктические танки, заполярная кавалерия, рогатые гвардейцы. Олено-транспортные батальоны были сформированы в ноябре 1941 года для 14-й армии Карельского фронта, действовавшей в мурманском направлении. За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы вывезли с линии фронта более 10 тысяч раненых и больных, доставили для выполнения боевых заданий почти 8 тысяч военнослужащих, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолета. Боевому подвигу северных оленей в Наринмаре в 2012 году установлен памятник. Он стал первым памятником в России, посвященным самым мобильным батальонам. В начале 42-го войсковая разведка немецкой горной армии Лапландия, что на Карельском фронте, установила, что в тылах 14-й армии противника появились части с загадочным названием ОТ и порядковыми номерами после этих загадочных букв. Немецкие генштабисты ломали головы. У большевиков, видимо, сформированы особые танковые части. Значит, готовится наступление. Особыми частями были северные олени и их хозяева оленеводы. В первые годы войны стало ясно, что в условиях войны на Кольском полуострове с очень трудными ландшафтными условиями, где ни одна техника того времени не могла пройти, необходимо было использовать олени в качестве транспортных средств. Из Ненецкого округа на Карельский фронт было отправлено более 7 тысяч оленей в сопровождении оленеводов, из которых было сформировано 5 оленотранспортных эшелонов. Важнейшей задачей оленых частей была санитарная эвакуация раненых, доставки грузов на передовую и аэродромы. Опасной, но очень нужной для фронта была работа по спасению экипажей, сбитых самолетов и эвакуации боевых машин, упавших в гористой малодоступной местности. Немецкое командование находилось в шоке. Олени с русскими бойцами появлялись внезапно за 120 километров от линии фронта, оттуда, где их никто не ждал. Выполнив задание, они также стремительно и бесшумно исчезали. Олень даже раненый никогда не издавал ни звука. Немцы оленей ненавидели. Немцы оленей ненавидели, а немцы русские коми любили. Порой делились с ними последним куском хлеба. Вообще бойцы оленей любили. Старшина взвода Михаил Русинов рассказывал в письме. Порой последний сухарик размочишь, половину сам съешь, а другой поделишься с оленем. А он смотрит на тебя, будто улыбается. Ведь они и поесть не всегда успевали. Перехватят что-нибудь по пути и все. Люди не выдерживали, засыпали на ходу, а олени шли. Известен случай, когда каюр Семен Филиппов прикрывал с собой белоснежную хапторку, с которой пришел на фронт. А зимой уже она спасала от пуль хозяина, закрывая его своим телом. В память о легендарных подвигах народов Севера, которые внесли свой вклад в успешный исход Великой Отечественной войны, на Аллее Славы стоит памятник подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Монумент выполнен согласно проекту Сергея Сюхина, художника из Архангельска, и представляет собой композицию «Ненец, лайка, северный олень», находящийся в самом центре солнечного диска. Памятник был изготовлен по инициативе Административного совета Старейшин НАУ, а также Управления малочисленных северных народов.